Right before Christmas, a good guy in red is coming to theaters with his new sidekick, Fred. Всем привет, с вами Ирвин. Сегодня у нас в какой-то веке пример неплохого перевода названия фильма. В оригинале жил-был Дэдпул звучит как Once Upon a Deadpool, что мало того, что имеет отсылку к сказкам как и оригинальное название, но и является практически прямым аналогом этому выражению. Самым классическим вариантом использования слова Once в этом контексте, естественно, является Once Upon a Time, но это выражение стало настолько заезженным, что теперь там может стоять любое слово, намекающее либо на время, когда происходит история, либо на какие-то элементы сюжета. Если переводить его в этом контексте, то чаще всего получается Однажды. Однажды в Рождество. Однажды в Коме. И так далее. Однако, если там стоит слово, указывающее не на временной период или пространство, то перевести его одним словом уже не получится. Можно, конечно, использовать Жили-были, но это литературный перевод. Технически, скорее, будет История Про. История Про Матрас. История Про Маленького Носорога. Не очень литературно, зато универсально. Вне этого выражения once используется как наречие и имеет два основных значения. Первое. Один раз или просто раз. Он моет машину раз в неделю. Я был там только один раз. И второй вариант. Как-то, когда-то. Он как-то жил в Замбии. Когда-то эта книга была знаменитой, но сейчас ее никто не читает. Теперь переходим к Once, который встречается в этом трейлере. В данном случае once используется не как наречие, а как союзная связка. Ее можно заменить всем знакомым as soon as. То есть, как только. Выражение to be done мы разбирали в нашем паблике, поэтому сейчас просто скажу, что оно переводится как мы закончили. Теперь, когда вы знаете все это, я дам вам 5 секунд написать перевод всего предложения в комментариях. Официальный дубляж трейлера гласит «Нет, нужен, чтобы развязать тебя, когда мы закончим». Что у любого внимательного человека вызовет вопрос «А где они, собственно говоря, в этом предложении нашли слово «нет»?» Перевод этой фразы будет в любом случае звучать корявово из-за слова «need», но зато он будет максимально близок к оригиналу. «Ты нуждаешься во мне для того, чтобы я тебя развязал, как только мы закончим». Или, если более литературно, «Я тебе нужен, чтобы развязать тебя, как только мы закончим». На сегодня все. Подписывайся на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте в комментариях под видео ваши вопросы, идеи и собственные предложения со словом «once». Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok